В этом видео вы узнаете о различных видах зубчатых передач, а также о взаимосвязи между этими передачами в подробнейшей классификации. Здравствуйте, уважаемые зрители, вы смотрите канал Инженер. Будь то трансмиссия автомобиля или привод станка, они не обходятся без применения зубчатых передач. В Древнем Египте для орошения земель уже использовались приводимые в действие быками устройства, состоявшие из деревянной зубчатой передачи и колеса с большим числом ковшей. Вместо зубьев первоначально использовали деревянные цилиндрические или прямоугольные пальцы, которые устанавливали по краю деревянных ободьев. Современные зубчатые передачи делают из металла, а зубья имеют профиль, который обеспечивает минимальное колебание передаточного отношения. Если воспользоваться воображением и представить, что зубья зубчатых колес уменьшились до размера атома, то получится фрикционная передача с жесткими звеньями. У такой передачи есть свои преимущества и недостатки по сравнению с зубчатой передачей. Но вернемся к зубчатым передачам. В соответствии с ГОСТ 16530-83 года зубчатая передача представляет собой трехзвенный механизм с двумя подвижными звеньями, являющимися зубчатыми колесами, которые образуют с неподвижным звеном вращательную или поступательную пару. А теперь перейдем к классификации зубчатых передач. Первый параметр, по которому можно разделить все зубчатые передачи, это форма профиля зуба. Зубчатые колеса могут иметь циклоидную, круговую, эллиптическую и эвальвентную форму профиля зуба. Эллиптическую форму профиля зуба придумал Гребенюк в 1993 году. Это событие отмечено в патенте номер РУ 205-7267-С1, опубликованном 27 марта 1996 года. В поперечном течении колес радиус кривизны головки зуба равен радиусу кривизны сопрягаемой с ней межзубовой впадины. Колеса выполнены косозубами. В нормальном сечении зуба профиль последнего представлен эллипсом с радиальным расположением его большой оси, а косинус угла наклона зубьев равен отношению малой оси эллипса к большой его оси. В 1954 году были изобретены круговинтовые передачи, которые имеют форму профиля зуба в виде круга, а направляющая линии зуба представляет собой винтовую линию. Автором этой передачи является Новиков, и такие передачи иногда называют передачами с зацеплением Новикова. В круговинтовых передачах мощность передается только за счет осевого перекрытия в зубчатом зацеплении. То есть зубья перекатываются вдоль направляющей линии зуба и совсем не перекатываются по профилю зуба. Такие передачи могут быть с одной линией зацепления и с двумя. Если линия зацепления одна, то зубья сопряженных колес имеют разную форму. На одном зубчатом колесе зубья выпуклые, а на втором вогнутые. Две линии зацепления позволяют повысить несущую способность передачи по контактному напряжению, а также сделать зубья сопряженных колес одинаковой формы. Головка зуба выпуклая, ножка вогнутая. Зубчатые колеса с зацеплением Новикова очень чувствительны к колебанию межосевого расстояния. Имеются сложности с унификацией режущего инструмента для изготовления разных зубчатых колес. Технология изготовления таких зубчатых колес низкопроизводительные. Таким образом, соотношение цены и качества, по крайней мере, в автомобильной промышленности, оказывается не в пользу зацепления Новикова. Циклоидную форму профиля зуба придумал в 1931 году Брарен. А в 2007 году российские инженеры придумали новую разновидность такого профиля, примененную в эксцентриковых циклоидных передачах. Профиль циклоидных зубьев на одном из сопряженных зубчатых колес выполнен в виде окружности, на другом в виде циклоиды. При этом могут использоваться как гипоциклоиды, так и эпициклоиды. Очень успешно такое зацепление можно использовать в высокоскоростных передачах, а также для передач, требующих высоких передаточных отношений. Но технология изготовления такого зацепления тоже низкопроизводительная. Имеется высокая чувствительность к колебанию межосевого расстояния. Автором эвольвентной формы зуба является Эйлер. Датируется это новшество 1760 годом. Эвольвентное зацепление получило широкое распространение в технике. Передачи с такой формой профиля зуба не такие прочные, как передачи Новикова, и не такие высокоскоростные, как циклоидные. По остальным параметрам они превосходят названные типы передач. И соотношение цена-качество складывается в их пользу. Эвольвентное зацепление имеет слабую чувствительность к колебанию межосевого расстояния и возможность применения высокопроизводительной технологии. Эвольвента. Кривая, нормаль в каждой точке которой, является касательной к исходной кривой. Обычно наглядно эвольвенту демонстрируют разматыванием нитки с катушки. Можно воспользоваться и такой анимацией. Эвольвента в прямоугольных координатах описывается такими уравнениями. Эвольвента является следом от точки, на прямое расстояние от которой до точки касания с окружностью равно длине дуги от точки касания до точки начала эвольвенты на окружности. Это следствие из определения эвольвенты. Так как эвольвентное зацепление самое распространенное, то дальнейшая классификация зубчатых передач будет показана на примере такого зацепления. Зубчатое зацепление может быть внешним или внутренним. При внешнем зацеплении оси вращения зубчатых колес находятся по разные стороны от зацепления, при внутреннем – с одной. Также существует реечное зацепление, которое образовывается зубчатой рейкой и зубчатым колесом и может быть представлено как внешнее или внутреннее зацепление, в которых одно из колес имеет бесконечный радиус. Как вы можете видеть, классификация зубчатых передач представлена на листе формата А1. Спонсорам канала с уровнем приоритетный будут доступны файлы в формате jpg и psd с этой классификацией в соответствующем качестве для распечатывания на формате А1. Становитесь спонсором и получайте этот полезный материал. Зубчатые колеса с эвольвентным зацеплением могут различаться по форме начальных поверхностей. Начальные поверхности – это воображаемые поверхности, по которым без скольжения перекатываются зубчатые колеса. Различают цилиндрические и конические зубчатые передачи. В цилиндрических зубчатых передачах используются цилиндрические зубчатые колеса, а конических – конические. По взаимному расположению осей, вокруг которых вращаются зубчатые колеса, различают цилиндрические зубчатые передачи с параллельными осями и с непараллельными осями вращения зубчатых колес. Конические передачи можно разделить на передачи с пересекающимися и с непересекающимися осями. Если для каждого вида передач первый вариант расположения осей является привычным и относительно простым, то второй случай представляет определенную сложность и не является распространенным, хотя и применяемым в определенных областях техники довольно часто. Например, цилиндрическая передача с непараллельными осями вращения зубчатых колес, когда эти оси повернуты на 90 градусов, представляет винтовую передачу и позволяет изменять направление передачи мощности на 90 градусов, как и коническая передача, но с определенным смещением между входным и выходным валом. Такая передача использовалась, например, в двигателях ВАЗ для привода масляного насоса. Среди конических передач с непересекающимися осями широкую известность получила гипоидная передача, которая очень часто применяется в редукторах главной передачи трансмиссии автомобиля. Такая передача позволяет понизить центр тяжести автомобиля и сделать его более устойчивым. В зубчатых колесах направление зуба может быть прямым, косым и круговым. Прямозубые передачи, как и косозубые, широко известны. Касательно трансмиссии автомобиля, такие передачи применяются в коробке передач. На современных автомобилях можно в основном увидеть только косозубые передачи. А вот на более старых автомобилях для включения первой передачи и передачи заднего хода использовались прямозубые передачи. Современные гоночные автомобили в классе Формула-1 используют прямозубые передачи в коробке передач. Косозубые зубчатые передачи могут передать больший крутящий момент и работают с меньшим шумом, но при этом создают осевое усилие на опору, что требует применения подшипников, обеспечивающих восприятие такого усилия. Круговой зуб был характерен для конических передач. Но недавно российские ученые изобрели относительно высокоскоростной метод изготовления цилиндрических арочных зубчатых колес, которые до недавнего времени оставались в основном теорией, так как технология их производства была дорогой и малопроизводительной. Арочный зуб за счет наличия вогнутости с одной стороны зуба позволяет повысить несущую способность как по контактным, так и по изгибным напряжениям. Арочные зубчатые колеса были придуманы в 1848 году, о чем имеется патент. По направлению линии зуба косозубые зубчатые колеса могут быть правого направления, левого направления и шевронные. Левое направление – это направление линии зуба против часовой стрелки, правое по часовой стрелке. Шевронные зубчатые колеса имеют одновременно два направления линии зуба. При этом пол зуба имеет правое направление, пол зуба имеет левое направление. Такие зубчатые колеса могут изготавливаться составными, тогда две половины зуба с разным направлением прилегают плотно друг к другу. Если шевронное колесо выполняется цельным, то его можно изготовить с помощью долбяка, а между половинами зуба, имеющими разное направление, необходимо ставить канавку. Для выхода долбяка. Шевронные шестерни получаются более дорогими, но при этом позволяют повысить несущую способность передачи и исключить осевые нагрузки на опоры вала. Шевронные шестерни чем-то похожи на арочные. В таком случае их можно отнести к одному типу направления зуба, которое отлично от спирали, так как зубья прямозубого зубчатого колеса можно представить в виде спирали с углом относительно оси колеса равным нулю. То вторая группа зубчатых колес может быть представлена в виде произвольной кривой, в том числе и окружности для арочных зубчатых колес. Также необходимо упомянуть о классификации зубчатых передач, связанной с подвижностью осей зубчатых колес. Их можно разделить на передачи с неподвижными и подвижными осями. В передачах с неподвижными осями оси имеют постоянное взаимное расположение. В передачах с подвижными осями ось по крайней мере одного из колес меняет свое положение относительно других осей. Характер изменения положения подвижных осей зависит от передаточного отношения зубчатой передачи. Если передача с подвижными осями имеет одну степень свободы, то она называется планетарной. Если больше одной степени свободы, то дифференциальной. Есть еще один тип такой передачи – волновая. Волновая передача представляет собой планетарную зубчатую передачу, в которой Солнце и корона имеют практически одинаковое количество зубьев. Одно из колес, например, солнечное колесо, делается гибким. На водиле расположены катки, которые не входят в зацепление с зубчатыми колесами, а только деформируют одно из них. В результате деформации зубья Солнца входят во впадины венца – короны и на незначительное расстояние осуществляют поворот солнечного колеса. Если у вас остались вопросы, замечания или предложения по приведенной классификации зубчатых передач, пишите в комментариях. На все комментарии будет дан ответ – полезный конструктив учтен в будущем. Жмите красную кнопку подписаться, чтобы не пропускать новое видео о технике и технологиях на канале Инженер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok